Девушки отдыхают И врач предупреждал, что она может длиться несколько часов Не, хорошая боль просто не закончится, быстрее Сестренка, все закончится И все закончится хорошо Врач опытный, он уже сделал сотни таких операций Никто не выходил? Нет Вы спросите у кого-нибудь медсестры? Доктор Как мама? Мы закончили Мы сделали все возможное Но, к сожалению, сердце вашей мамы не выдержало Простите, что? Она умерла? Да Спасибо 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 Дашуля Дашенька Дашенька Я ничего не хочу Милая моя Ну так ведь не может продолжаться вечно Мне тоже тяжело Но я постаралась взять себя в руки Ну, садись, моя хорошая Выпей чаек Поможет успокоиться И нам нужно с тобой поговорить И чем? Нам нужно на что-то жить Я приняла решение устроиться на работу Держи Держи А институт? Переведусь на заочный А где ты будешь работать? Не знаю Главное, чтобы вовремя платили Да, я тоже найду подработку Не Ну ты что? Об этом даже речи подниможат Ты, наконец-то, должна поступить в институт Ты ведь знаешь Мама этого Очень сильно хотела Да, мама очень мечтала, чтобы я стала учителем, как она И ты будешь Это по поводу учебы Еще вчера должна была забежать в деканат и забыла Ай, ну я побегу Ты не грусти, пожалуйста Пойди лучше к Ирише сходи Готовимся вместе, будет веселей Алло Сережа Я же просила тебя на меня не набирать Даша была рядом, могла увидеть Как она? Уже лучше Я дала ее успокоительнее Ну а ты сама как? Держусь Как теперь быть? Мы с тобой только хотели рассказать Дашу о нас Сейчас не время, нужно еще подождать Я понимаю Я просто очень скучаю по тебе Хочу быть всегда рядом Я тоже скучаю Ты хочешь, мы можем сегодня встретиться вечером на нашем месте? Давай В шесть В шесть Ты сейчас куда? Институт Я подвезу Так, вопрос шестнадцатый К этническим общностям относятся общины, элиты, маргиналы, народности Да чтобы я знала Дашка, ты какой ответ выбрала? Эй, не зависай Эй! Да ты только на втором вопросе, ты чего? Извини, пожалуйста, я не могу сосредоточиться Вот я умом понимаю, что надо готовиться А мысли совершенно о другом Я все время думаю, что если бы ее сердце выдержало Что если бы мама сейчас жива была Тебе ее не хватает, это понятно Ты даже не представляешь, насколько С ней всегда можно было поговорить Она всегда знала, что мне сказать Ну ты только не раскисай опять, ладно? У тебя есть я, Сашка, Серега, в конце концов Ты знаешь, у меня какое-то такое странное чувство в последнее время Как будто он меня избегает С чего ты взяла? Ну вот, раньше Он же ни дня не мог без меня прожить Постоянно приходил, а сейчас я еле уговорю его зайти Потом мы смсились каждый час Постоянно разговаривали обо всем на свете А сейчас он может по несколько дней мне даже не звонить Ну, а что ты хотела, подруга? Конфетно-букетный период закончился Спасибо, профессор Я бы без вас не догадалась Давай лучше об экзамене думать, а то завалимся на пару А то, фу, ты такого не говори Потому что Саша из-за меня пошла работать в магазин На заочку перевелась Я поступлю обязательно Что там, общины? Ну, общностей Господи Мама думает, что вы тут голодаете Вот, котлет передала Как пахнет вкусно Маме спасибо передашь А тебе вот Не стоило Валентина Николаевна и так слишком о нас заботится Да ничего Вам вкусно и приятно А я обед приготовила Может быть, поешь с нами? Давай Очень мне нравится, как ты готовишь Ты мне такого никогда не говорил Ну, в принципе, ты мне готовила только один раз Это претензии? Алло Да, Ир, привет Что? Сайт института? А что, уже сегодня списки выложили? Сейчас Да, сейчас посмотрю, хорошо Ага Сережа Даша может увидеть Надо сказать ей о нас Надоело прятаться Я не знаю, пока я боюсь Как она отреагирует Давай еще немного подождем Я устал ждать Ну, хочешь, я сам с ней поговорю Садитесь за стол Садись Дашенька, садись Что случилось? Меня нет в списках поступивших Как же так? У нас был тяжелый период И Даша Очень сложно удалить экзамен Все хорошо Иди-ка Поступишь в следующем году Да? Я не буду у тебя на шее сидеть Я тоже пойду работать Ну вот еще Проходите Через месяц Если удачно пройдете стажировку Мы сможем взять вас на работу Хорошо Я тогда наберусь Буду ждать вашего звонка Не позднее среды До свидания Спасибо Спасибо Привет А у меня для тебя хорошие новости Я работу нашла Отлично Даша, тут такое дело Мне идти надо А можно я с тобой? Нет, это надолго И вообще А что происходит вообще? Почему ты бегаешь от меня все время? Даша, я давно собирался с тобой поговорить Извини, но мы не можем быть вместе Что? Так будет лучше для тебя и для меня Ты же сама наверняка чувствуешь Что у нас это все не серьезно Не серьезно Да пошел ты И вам извините Ненормальная какая-то Здравствуйте Здравствуйте Я сестра Саши Трофимовы Вы могли бы ее позвать? Она ушла на обед в кафе Куда? Это же он выше Сейчас вы ходите направо А там эскалатор Спасибо Пожалуйста Что мне оставалось делать? Я больше не мог ее избегать Саша Да я понимаю Мне самой было Не просто смотреть, как она тебя И обнимает, и целует Но я ведь сама во всем виновата Нет Саша, нет Наверное, даже к лучшему, что Ты наконец-то все и рассказал Я не все рассказал Я просто сказал, что мы расстаемся Все Ну правильно И так слишком долго все скрывали Правда, она только начала Приходить в себя после смерти мамы На самом деле еще случилось Кое-что И я не знаю Как теперь Будет все дальше Что? В последние дни я себя Очень странно чувствовала И Я сделала Тест В общем, я беременна Это точно? Я уже была у врача И анализы все подтвердили Ты рад? Я очень рад Рад? Я очень Да Пожалуйста, мы сейчас тебе все объясним Не обидел Ну, я внимательно слушаю Послушай Просто так случилось, что Мы с Сережей полюбили друг друга Прости, пожалуйста Мы сразу хотели тебе обо всем рассказать Но А ты когда забыл, что у тебя девушка есть? До того, как мы полюбили друг друга Или после? Слушай, я скотина Но я правда люблю твою сестру А меня? Меня ты любил? Я не знаю Скорее всего, нет Прости, что я сразу не сказал Даша Мы правда хотели тебе сразу во всем признаться Но я не знаю Даша, Даша Я сама Даша, подожди Постой, дай мне объяснить Стой Бали от меня Дай мне все объяснить Подожди Стой Послушай Я знаю, что тебе сейчас это очень тяжело принять Но поверь мне Я пыталась погостить в себе эти чувства Но у меня ничего не вышло Прости меня за это А как же я Как же мои чувства Вообще-то я тоже его люблю Ну, ты ведь сама говорила Что он тебе просто нравится Ну, и с ним даже толком не встречались Гуляли в одной компании Милая Ты такая юная Ты еще обязательно встретишь свою любовь Ты что говоришь вообще? Знаешь, что самое ужасное? То, что вы меня обманывали Вы, наверное, смеялись со мной, да? Нет Нет От тобой никто не смеялся Мы хотели тебя по всему рассказать Вы просто умерла мама И... Так лучше бы мне тогда рассказали Чем то, что я сейчас увидела Я знаю, как это ужасно выглядит Именно поэтому, милая Я прошу тебя Прости меня, пожалуйста Я очень сильно тебя люблю Пожалуйста Ну, ходи за мной Ты уверена, что у них все серьезно? Серьезнее некуда Ну, встречались мне в жизни придурки Мно таких, как Серега, еще не видела А что на него любоваться-то? Все Был твой Серега, да сплыл Все, пока, кретин А можно как-нибудь так сделать, чтобы вообще их больше никогда вместе не видеть? Да наплю ты на них Поехали со мной в столицу? Как это в столицу? Погулять? Да нет Пожить Моей тетке свободная квартира Ну, там у ее мужа бабка умерла Ему оставила Сдавать не хотят, а присматривать кому-то надо Только за коммуналку платить И квартиру в чистоте содержать А что мы там будем делать? Так как что? Работу найдем Поработаем годик и поступим в институт И еще найдем себе новых парней Там выбор явно получше будет, чем у нас в городке Мне никто не нужен Даша Даша, давай поговорим Говорили уже Мне не интересно Даша, открой, пожалуйста Ну, прекрати себя вести, как ребенок Могут Но Могут Могут ЗВОНОК В ДВЕРЬ Какой срок? Три недели. Он знает? Да. Я как раз и сообщала ему эту новость в кафе, когда ты нас увидела. И как он отреагировал на новость? Обрадовался. Сказал, что поженимся. Рада занялся. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Я совершеннолетняя. Или ты силой собираешься меня здесь удерживать? Даш, ну конечно же нет. Но я очень волнуюсь за тебя. Не надо. Я о себе позабочусь. Иди. Даш. Даш. Даш, ну как ты будешь там одна? Я не одна. Я с Ирой. Ничего, как-нибудь справимся. Даш. Даш. Как дела? Мы с тобой на пороге новой жизни. Ага. Осталось только дверь открыть. Ага. Я вот только думаю, с ноги или культурно? Первым делом. Обустроимся на квартире. Дальше найдем самую высокооплачиваемую работу. Да, да. А там же и принцы на белых конях пускают? Принцы, да, коняки. Наш шахтоп с бюджетом. Представляешь, мне пятерку поставили. Ты умница. Ну? Ну? Учились. Четыре года за плечами. Лето. Свобода. Ну, наконец-то. Да, Шуля. Сильно ты не расслабляйся. У нас еще госы впереди. Слышишь, что мы говорим? Девчонки, ну что, какие планы на вечер, а? А поехали в нашу кафешку. Так сказать, отметим сдачу экзаменов, а? Я за. Я не могу. Мне же Паша тоже забрать. Джак, куда вы сегодня? Не знаю. Сказал сюрприз. Привет, студенты. Как дела? Привет, Паша. Нормалек, сам как? Ну, я лучше всех, ведь со мной моя принцесса. А со мной моя? Хо-хо-хо. Девушка с характером. Что там? Эээ, привет, Свет. Ира, здравствуй, как ты? Все окей. Можешь сейчас приехать, это срочно. Хорошо, подъеду. Кафешка отменяется. Четка просит подъехать, говорит, что за срочные. Ребят, подкиньте до метро. Да, без проблем. Конечно. Да, да, да. Поехали. А я? А ты не ослабляйся. Тебя забыли. Идем. Слушай, а может мы с тобой поедем на Фарерские острова? Куда? Ну, это архиплак такой, в Атлантическом океане. У меня ребята знакомые туда едут, вот нас тоже позвали. Это всего десять дней, и я не сам первый раз на этом маршруте. Заманчиво. Это значит да? Боюсь, что нет. Я же говорил тебе, мы запустили новый проект. И отец хочет, чтобы на начальных этапах я все держал под контролем. А если ты его хорошенько пополучишь, и он тебя отпустит? О нет, ты плохо знаешь моего отца. Он очень жесткий руководитель и никогда не делает мне скидок. И запрягает по полной. Я знаю. Ну ладно, как мне в другой раз. Ты счастливый. У тебя и папа, и мама есть. Да, и старший брат Игорь. Ему еще, правда, год работать по контракту в Канаде, но он с женой наверняка на Новый год приедет домой. Я вас обязательно познакомлю. А с родителями могу познакомить прямо сейчас. Может еще рано? Ты им обязательно понравишься. Все, все, мне, мне пора. Меня уже ей разрешили. Ну, она же знает, что ты со мной. Если что, позвони. Ну, слушай, она попросила меня помочь ей со спорами на пикник. Ну, ты же знаешь, мы с ней как сестры. А ты говорила, у тебя есть родная сестра. У нас сложные отношения, мы практически не общаемся. Ну, почему? Это длинная история, я тебе потом как-нибудь обязательно расскажу. Все, мне, правда, пора. Не забудь завтра пикник. О, прощай, мне поцелуй. Привет. Здравствуйте, сынок. Привет. Ну, и где ты пропадал целый вечер? Встречался с Дашей. С Дашей? Что-то ты много времени проводишь с этой Дашей. Мы о ней ничего не знаем. Ну, и кто она, из какой семьи? Мам, ну какая разница, из какой она семьи? Для меня важнее, что Даша прекрасная девушка. И я ее люблю. Остальное меня не беспокоит. Не, ну что ты прицепила? Сегодня Даша, завтра Маша. Не хватало нам с каждой девушкой знакомиться. Вообще-то у нас все серьезно. Я собираюсь на ней жениться. Да. Это что за новости такие? Я как раз об этом хотел с вами поговорить. Мы пока еще ничего не обсуждали. Но я планирую сделать ей предложение. Секундочку. Это что, шутка такая? Это не смешно, Паша? Погоди, погоди, Нина. Ну, раз дело принимает такой серьезный оборот. Может, ты все-таки нас познакомишь с этой прекрасной девушкой? Отлично. На днях познакомлю. А после ремонта они собрались продавать квартиру. У нас есть еще два месяца, но потом все равно придется съезжать. Слушай, ну ничего. Мы за два месяца с тобой что-нибудь подыщем, снимем какую-то однушку, там, в возле института. Даш, ты меня извини, но тетка сказала, что я могу у нее пожить. Ты не в обиде? Да нет, нет, конечно. Я и так благодаря тебе здесь живу. Ну, я съемную квартиру одна не потяну. Может быть, только комнату. Ну, в принципе, я просто дойду завтра в институт и спрошу по поводу общежития. Вдруг они не дойдут там места. Ну, это вряд ли. Ты же знаешь, у них каждый год общага под завязку забита. Ты лучше намекни Паше, что пора ему переходить на новый уровень отношений. Попробуй пожить вместе. Ира, я не собираюсь давить на Пашу. И Паша, вообще-то, живет с родителями. Ты что? Он тебе парень не бедный, может позволить себе квартиру снять. Порожественные со взрослее. Я вот больше переживаю, что мне придется с теткой жить под колпаком. Если что, сразу матери нажалуются. Слушай, как ты думаешь, подойдет под цвет моих глаз? Или лучше вот этот? Если ты собираешься покорять Олега, то лучше первый. Подруга, ты давно отстала от жизни. Олег давно покорен. Он слишком мелкий для меня. Мне нужен парень постарше, посерьезнее. Вот хотя бы, как у тебя. Да. Ясно. Рая, подайте, пожалуйста, чистую елку. Спасибо. Так, значит, вы, Даша, учитесь в педагогическом? Да. Учителем географии буду. У меня мама как раз была учительницей младших классов. Так что пойду по ее стопам. Ой, как интересно. Ну, а после окончания института вы собираетесь вернуться в свой родной город? Нет. Меня на родину не тянет. Да мне там и жить-то негде. В квартире, которая от родителей осталась, там живет сестра с мужем, у них двое детей, так что... Ну, а помимо учебы, чем вы еще интересуетесь? Я люблю путешествовать, книги читать, с друзьями общаться. Вот, Паша предлагал в поход поехать, он говорит, не знаю, папу, может, не отпустит. Мы посмотрим на его поведение. Ладно, хватит разговоров, а то еда стынет. Налить вина? Да. Ну, и как все прошло? Не, мне понравилось. А с чего ты взяла? Они закидали меня вопросами. Ну, так это понятно. На них это все больше узнать о своей будущей невестке. Ну, о какой невестке? Ну, ты что, глупенькая? Ну, ты думаешь, он тебя просто так повел со своими родителями знакомиться? Ну, не знаю. Подруга, какая ты у меня наивная. Жди. Скоро твой Пашенька сделает тебе предложение. Не сделает. Он слишком любит своих родителей. Он к ним прислушивается. А ей мне понравилось. Почему вы не можете понять, что у меня есть свои желания и планы? Ой, сынок, да мы с папой просто хотим, чтобы у тебя была достойная жена. Как у Игоря Олечка. Ну, это Даша, она просто заурядная провинциалка. Но таких девочек по улицам ходят сотни тысяч. Я вообще не понимаю, ну, что ты не нашел? Я считаю, что она охотница за деньгами, прибывшая покорять столицу. Ну, сын, выбрось все из головы. Ну, какая свадьба? Тебе о карьере думать надо. Тогда я женюсь без вашего разрешения. А в таком случае не жди от нас никакой поддержки и помощи. Ничего, обойдусь. А, да, сдала. Ну, значит, у тебя теперь каникулы. И ты можешь приехать к нам. Наконец-то увидишь своих племянниц. А, да, каникулы, но я не смогу приехать. Я на работу устроилась, поэтому сама понимаешь. Да, я понимаю. Но я очень соскучилась по тебе. И, да, еще... Давайте я чуть попозже перезвоню, ладно? Сейчас мне очень удобно говорить. Да, прости. Так вот, возвращаясь к нашему разговору. Я подумал, мы уже достаточно давно встречаемся. И мы любим друг друга. И мы идеальная пара. Я бы хотел видеть тебя счастливой. Хотел бы делить с тобой свои радости и свою печаль. Я не представляю свою жизнь без тебя. Поэтому я хочу тебя спросить, станешь ли ты моей женой? Ты серьезно? Не тяни, говори скорее да. Да! Такой красивый вид. Я никогда не жила на таком высоком этаже. И кухня неплохая, новая. Тут есть все, что необходимо для жизни. Мне нравится. Вам действительно очень повезло. Вы одни из первых смотрите эту квартиру. Берите, не думайте. Иначе такой лакомый кусочек очень быстро уйдет. О, простите, надо ответить. Слушаю. Ну что, остановимся на этом варианте? У нас денег хватит. Не переживай, это моя забота. Паг-те teacher века! И нам нужен любовь! Я стараюсь! Я стараюсь! Я стараюсь! Я за тебя так рада. Будь сам счастливой. Я как-то даже... Вообще все быстро произошло просто. Тяжело, а ты просто Пашку, ты настоящий мужик. Захотел, сделал. Олег, скажи водитель, чтобы уже подъезжал. Буду обормот. Ничего без меня. Ты как? Жалко, что твои родители к ним приехали. Ты как думаешь, они когда-нибудь меня примут? Примут? Просто нужно больше времени, чтобы понять, что ты самая лучшая в мире. Все, ты моя жена. И это на всю жизнь. Ты че, брат? Ты моя че? А ты мое. И твоя сестра, между прочим, тоже не удостоила нас присутствия. Да, у нее не получилось вырваться. Я просто ей слишком поздно сообщила. Ничего, она будет приезжать к нам в гости, это же не проблема. Привет, пап. Какие люди. Вот ты. Ну что, может расскажешь, чем ты занимался все эти дни, а? Мы с Дашей расписались. Что ты сказал? Ты что, ты с ума сошел? Ты почему нам с мамой не сказал? Я же говорил, что люблю ее и хочу жениться, но вы меня не поддержали. Сопляк, ты понимаешь, какой-то ответственный шаг, а? Жениться на первой попавшейся. Ты вообще чем думал? Ты головой думал или чем-то другим? Папа, успокойся. Я взрослый человек, я уверен в своих чувствах. Папа Даша прекрасная. Она добрая, она нежная. Дрянь! Твоя Даша! Не сразу видно, что она из себя представляет, если бы пошла на такой шаг без нашего согласия. Не говори ни в таком тоне, она моя жена. Что? Он еще голос будет повышать из-за этой девчонки. Пап, я пришел не ссориться. Я хочу пригласить вас с мамой в гости. Посидим, отметим по семейному. И речи не может быть. Ты сделал свой выбор. И тебе наше мнение было не нужно. А теперь поступай как знаешь. И оставь нас с матерью в покое. Ты понимаешь, что я не буду всю жизнь писать под вашу дудку? Не смей со мной разговаривать таким тоном. Ты еще по-прежнему работаешь в моей компании и на мое имя. Ну уж нет. Я найду себе другую работу. Я не хочу работать с человеком, который меня ни во что не ставит. Знаешь, пап, я хотел поговорить по-хорошему. Я думал, ты меня поймешь. Вижу, ошибался. Ей представить себе не мог, что он окажется настолько твердолобом. С ним всегда было тяжело вести диалог, но это было выше моих сил. Возможно, я об этом пожалею, но в компании отца я больше работать не буду. Но мы же знали, что твои родители не сразу примут наш брак. Знали. А ты, может быть, боишься, что если ты потерял работу, я тебя брошу? Неужели ты сможешь так со мной поступить? Ты бессердечная охотница за деньгами. Конечно. Все. Я ухожу от тебя. Ну, а если серьезно, давай съедем отсюда, найдем вариант по бюджетнее. Нет, забудь об этом. Меня в компании держали не потому, что я сын хозяина. Я тебе ручаюсь, я найду работу. Да, проходи, садись. Ты работаешь у нас недавно, но уже успел проявить себя с хорошей стороны. И твоя технологическая линейка производства, ну, скажу так, она не лишена здравого смысла. Отлично, я рад. А когда ее запустят производство? Ну, не так все просто. Я думаю, что лучше сделать так. Давай ты на недельку смотаешься в область на производство. И в качестве эксперимента запустишь свою технологическую линию. Ну, и, кстати, проверь там на наличие всех ошибок, мало ли. Угу. И если через неделю показатели будут такими, как ты заявляешь, то совет директору примет положительное решение. Я готов, когда ехать? Да хоть завтра. Ребят на месте я уже предупредил. Ты только на работу устроился, у тебя уже командировка. Да шо, ну, это на неделю всего. Ты даже соскучиться не успеешь. Ты за порог выходишь, я уже скучаю. Я обещаю тебе звонить так часто, что еще успею надоесть. Приятного аппетита. Спасибо. Знаешь, ты пока в командировку поедешь, я тогда съезжу в свой город. Я пять лет не была на могиле у мамы. Угу. И сейчас друг увидеть хочу. Я как из дома уехала, я же больше туда не приезжала. А почему? После того, как мама не стала, мы как-то отдалились. Она замуж вышла. У нее свои интересы, у меня свои. Ну, а племянница взрослая уже, наверное, ей хочется увидеть. Ну, конечно, съездим. Знаешь, мы сейчас доедим и сгоняем им за подарками. Давай. Дашка, ты прости, что я не приехала к тебе на свадьбу. Да ничего. Я на твоей тоже не была. Так что много видов. Нет, я правда очень хотела. Мне просто не с кем было девчонок оставить. Что, Сережа, не мог с ними посидеть? Сережа. Спасибо. Сережа, нас бросил. Вот идиот. Что надо? Больше так не делайте. Тебе что, больше всех надо? Помощь нужна, друг? Дойдите вы лесом, дегенерат. Ну, видимо, не нужна. Удачи. Спасибо. После того, как появились девочки, его как будто бы подменили. Может, у него появилась другая женщина. Ты будешь подавать на развод? Я не знаю. Дашка, я ничего не знаю. Я не знаю, где он, с кем он. Я звонила его маме. Она, конечно же, на моей стороне. Она очень переживает за внучку. Но что она может сделать, если даже ей он не звонит? Ты как с ней? Я поначалу переживала, волновалась. Мне было очень больно. Сейчас я просто стараюсь об этом не думать. Девочки, аккуратненько. Девчонки, аккуратно. Даша, у меня к тебе просьба. Ты можешь, пожалуйста, с девчонками попыть пару часов? У меня одно дело, но я очень быстро. Да. Конечно. Спасибо. Пять тебе учить, что ли? Держи. Алло. Да, это я, с кем я говорю. Какой ДТП? Что с Пашей? Да, я поняла. Паша уходит. Субтитры создавал DimaTorzok Все она. Все из-за нее. Если бы она не увела нашего сына из семьи, не женила на себе, он был бы жив. Не обращай внимания. Она сейчас не понимает, что говорит. Зачем она это делит? Что, мерзавка, стоит на мне в глаза смотреть? Я прошу вас, пожалуйста, не надо. Вы прекрасно знаете, что я любила Пашу. И он любил меня. Да тебе нужны были только его деньги. Ты его подговорила уйти из фирмы. Из-за тебя мой сын погиб. Мам, не надо. Давай не будем устраивать здесь скандал. Пап, идите к машине, я задержусь на порогу. Все, все, все. Успокойся. Прошу тебя. Держись. Не думай про нее. Она этого недоступна. Пойдем. Даша, я Игорь, брат Паша. Прошу, не держите зла на маму. Я сейчас тяжелее всех. Да, я понимаю. Мне очень жаль, что пришлось познакомиться при таких обстоятельствах. Мне тоже. Если будет нужна моя помощь, вы обращайтесь. Вот мой номер телефона. Я надеюсь, мы с вами очень увидимся. Я так не думаю. Да. Алло, Дашуль, прости меня, я опять тебя задвела. Мне никак не порваться. Ничего страшного. Слушай, может тебе к нам вернуться? Дома твои родные стены помогают. Будем жить все вместе, как раньше. Я не знаю. Я пока ничего не знаю. Чего? Даша, ты уже которую ночь не спишь? Спасибо. Правда, я очень тебе благодарна. Если бы не ты, я бы не справилась. Ну, о чем ты говоришь? Конечно, я твоя подруга, я буду рядом. Ну, чем тебе еще помочь? Я не знаю. У меня такое ощущение, что это какой-то дурной сон. Ну, что он сейчас придет, заобнимет меня. Все будет хорошо. Да. Конечно, я понимаю. Вот что-то ты бледная совсем. Ты не заболела? Даша, ты совсем ничего не ешь. И схудала. Я понимаю, что ты переживаешь, но нужно и о себе думать. Не только о себе. Я беременна. Что? Не может быть. А когда ты узнала? Недавно. Когда Паша уехал в эту проклятую командировку, я не хотела ему по телефону говорить. Я думала, он вернется, и я смогу ему все рассказать. Я просто не знаю, как подвозь его. Заявление у вас принять обязано. Но я бы на вашем месте не рассчитывала получить комнату. У нас своих обычных студентов в общежитии под завязку. А в семейное там такая очередь. Что вы быстрее институт закончите, чем ваша очередь подойдет? Я понимаю, но у меня будет ребенок. Я же не могу с ним на улице остаться. Ну, может быть, устройтесь на работу, снимите комнату. Да, я вам с удовольствием. Но вы же понимаете, что совмещать учебу на дневном, работу, это практически невозможно. Тогда берите академику. У нас есть секционные товары. Желаете? Ну, здравствуй. Здравствуйте. Что, приходится самой теперь на жизнь зарабатывать? Как видите. Колпачок у тебя смешной. Прям клоунский. У вас оплата на личном мире карта? Спасибо за покупку. Хорошую. У тебя и место, Мирозовка. Нина Андреевна. Вы забыли. Что, беременна? Ну, получается так. Снова замуж выскочила, да? Нет. Ты что, беременна от Павла? Да, это его ребенок. Может, вы потом разберетесь с женщинами? Устроили тут тот шоу. Здравствуйте. У нас есть товары парокса. Желаете? Лева! Ну, то ты быстро. Ты знаешь, кого я только что встретила в магазине, на кассе? Ну, думаю, ты мне сейчас это скажешь? Дашу? Я там встретила Дашу. Она кассиром работает. Ну, ничего удивительного. Как говорится, высоко взлетела, да низко опустилась. Она беременна. Что ты молчишь? Ты понимаешь, что у нас с тобой может быть внук? Или внучка. А почему она сразу не сказала? И вообще, с чего ты взяла? Потому что я не слепая. У нее живот вот такенный. А не сказала, я понимаю почему. Потому что у нас с ней вообще изначально отношения не сложились. Послушай, а может она на стороне нагуляла, а увидев тебя, решила соврать, что это Паша на ребенок. Ну, ты меня слышишь или нет? Я тебе говорю, у нее беременность месяцев семь. Они тогда еще с Пашей жили. Ну, допустим. И что ты предлагаешь? Я понимаю, что это прозвучит, может быть, как безумие. Но я считаю, что Даша сейчас должна жить с нами. Это наш внук. Наша кровиночка. Хорошо, а как ты себе это представляешь? Ну, вспомни, ты ведь сама недавно называла ее охотницей за деньгами и винила в смерти нашего сына. Да, я и сейчас так думаю. Я знаю, что во всех бедах виновата она. Я никогда ее не прощу. Но этот ребенок, Лева, это единственное, что у нас с тобой осталось от Паши. Спасибо за покупку. Хорошего дня. Здравствуйте, у нас есть товары по акции. Желаете посмотреть? Нет, спасибо. Тебя что, не учили покупателя и обслуживают? Заверни мне это в целлофановый пакет. Почему вы мне отыщите? А кто ты такая, чтобы я тебе тут уважение выказывала? Давай, делай свою работу и побыстрее. Мои обязанности не входят. Упаковывать все в целлофановый пакет. И если вам так угодно, пожалуйста. Вот хамлон. Я тебе сейчас покажу, как меня пакетами тыкать. Давай, вызывай администратора, буду жалобу на тебя писать. Подписывай. Заявление об увольнении по собственному желанию? Послушайте, я же извинилась перед этой женщиной. Такого больше не повторится. Мне очень нужна эта работа. Я могу... Ты эту бедную овечку не включай. На декретные выплаты рассчитываешь. На то же самое милочка виновата. Ненадлежащее выполнение должностных функций. Нарушение трудовой дисциплины. И это она еще забыла, что на собеседование ее просили не беременеть хотя бы год. Если ты не хочешь быть уволенной по статье, ставь там свою закорлючку. Да подавитесь. На вашем магазине свет клином не сошелся. Нет, у меня нет рекомендаций. Спасибо, до свидания. Да, Марина Васильевна. Привет, Даша. Здравствуйте. Звоню предупредить. Со следующего месяца я повышаю арендную плату на 15%. Погодите, мы же с вами договаривались о фиксированной цене на год. Моя квартира, мои правила. Мы с тобой тоже договаривались, что в квартире ты одна проживать будешь. Но скоро у меня жильцов прибавится, так ведь? Да. Ну вот, лапушка, я же ничего тебе на этот счет не говорю. Ладно, увидимся в конце месяца. Пока. Я очень сожалею, но мы не даем информацию о месте жительства наших бывших сотрудников, даже родственникам. Я понимаю, что это все против правил. Но у меня особенная ситуация. К сожалению, ничем не могу помочь. Пожалуйста, я буду вам очень-очень благодарен. Здравствуй, Даша. Здравствуй. Здравствуйте. Нам нужно с тобой поговорить. Можно нам выйти? Проходите. Даша, я, конечно, понимаю, что ты несколько обижена на нас. Но, учитывая твое положение, мы хотели бы исправить ситуацию. Как? Ну, во-первых, тебе не нужно работать на таком сроке. А во-вторых, нам бы не хотелось, чтобы наш внук или внучка родились и жили в таких условиях. Не вижу ничего плохого в таких условиях. Да нет, ну никто же не говорит, что это плохо. Просто мы хотим предложить тебе свою помощь и облегчить твою жизнь. Спасибо. Мне не нужна помощь. Я совсем справляюсь сама. Но сейчас ты должна думать не только о себе, а в первую очередь о ребенке. Если ты переедешь к нам, мы сможем обеспечить себе максимально комфортные условия и качественную медицинскую помощь. Мне не будет комфортно в вашем доме. У меня здесь нормальные условия. А медицинскую помощь я получаю в женской консультации. Даша, я понимаю твою реакцию, но мне кажется, что нам всем сейчас надо отложить все обиды и мыслить здраво ради малыша. Этот ребенок единственное, что у нас осталось от Паши. И хоть он еще не родился, мы уже любим его. Всем сердцем. Поэтому, пожалуйста, позволь нам позаботиться о тебе и малыше. Не лишай нас этой радости. Это сложное для меня решение. Конечно. Мы не просим, чтобы ты прямо сейчас дала ответ. Мы готовы подождать немного. Ты подумай. Но я надеюсь, ты примешь правильное решение. Вот это поворот. Кто бы мог подумать, что все так обернется. Еще недавно гадости в спину кричали, а сейчас уговаривают к ним переехать. Понимаешь, они хотят просто, чтобы ребенок родился в их доме. А для меня им по сути никакого дела нет. Ну, слушай, а с другой стороны, какое тебе дело? Живи себе. Ни в чем не отказывай. Я не могу так, когда мне в глаза улыбать, а за спиной просто за человека не считают. Да не накручивай ты. Переедешь к ним, узнаете друг друга. Все по-другому будет. И отношения нормальные наладятся. Ну да. Может быть. Здравствуйте. Здравствуй. Здравствуй. Мы рады, Даша, что ты согласилась к нам переехать. Да, дом большой, уютный. У тебя с малышом будет своя комната. Ну, а если что-то надо купить, ты обращайся. Всегда. Да, Дмитрий, будь добр, отнеси вещи наверх. Хорошо. Гостевует. То, что справа. Ты какая-то вялая. Ты себя хорошо чувствуешь? Да, все в порядке. В машине укачала немного. Ну, так поднимайся за Димой, он проводит тебя в твою комнату, там и отдохнешь. Да, и позже Рая тебе покажет дом и все расскажет. Хорошо. Ведет себя так, будто мы должны быть ей благодарны за то, что она к нам переехала, мерзавка. Ради малыша надо набраться терпения, дорогая. Да, войдите. Добрый день. Вы уже отдохнули? Да, спасибо. Я немного поспала. Давайте я разложу ваши вещи, вам не стоит утруждаться. Да, ну что, я уже почти закончила. Спасибо. Я зашла узнать, может, вам надо чего? Да нет. Нина Андреевна просила показать вам дом. В холодильнике фрукты и соки Дима практически каждый день привозит все свежее с рынка, поэтому в любое время можете брать, не стесняйтесь. Хорошо, а если я сама захочу приготовить? Ну, вообще у нас это не принято. В течение дня я подношу перекусы, поэтому у вас нет необходимости готовить. Да, но мне просто врач дал список продуктов, которые мне желательно употреблять. Не беспокойтесь, дайте его мне, я все устрою. Это гостиная. Пройдемте на второй этаж, я покажу вам остальные комнаты и кабинет хозяина. А эти двери куда ведут? Это комната Игоря и его жены Ольги. Это кабинет. Это комната Павла. Можно зайти? Да, пожалуйста. Спасибо. 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 Это Паша в детстве собирал. Лев Алексеев часто ездил раньше в Германию в командировки и с каждой поездки перевозил по одному. Паша так ждал и радовался каждому новому солдатику. Извините, я совсем не хотела вас расстраивать. у меня ничего, все в порядке. Чувствую, это так странно быть здесь, смотреть на его весе и не иметь возможности обнять. Могу прескать. Нина Андреевна запретила здесь что-то убирать. поэтому мы ничего и не трогаем. Здесь все как было. Паша говорил, Игорь после контракта должен тоже домой вернуться и родителей жить. приехать. они скоро должны приехать. спасибо. в комнате уютно очень спасибо вам я очень рада что тебе понравилось конечно это лучше чем одной маленькой квартирки да только я бы тоже хотела быть вам полезной я могу рай по дому помогать он совершенно не обязательно в твоем положении рай прекрасно со всем справляется сама а доктор сказал мне надо двигаться больше да он абсолютно прав не стоит отказываться полностью от физических нагрузок дима тебя будет возить на занятия по дыханию я кстати это уже записала занятия по дыханию это конечно очень хорошо но я не могу так вот чтобы ничего не делать ты можешь заниматься гимнастикой для беременных я найду тебе хорошего тренера потом можно придумать какое-то хобби не знаю может быть вязать или рисовать у нас есть прекрасная библиотека возможно там ты найдешь какие-то интересные книги для тебя да в принципе я могу почитать про воспитание или детскую психологию вот и прекрасно раечка пахнет божественно как и 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 Да, сынок. Ну, конечно, да это просто замечательно. Мы будем вас ждать. Да. И целуй Олечку от меня. Да, я люблю тебя, родной мой. Ну, все, пока. Пока. Раечка! Я вас слушаю. На днях приезжает Игорь с Олей. Думаю, нам нужно подготовиться. Нужно пригласить клининговую компанию, чтобы они сделали генеральную уборку в доме. Хорошо. Конечно, я все сделаю. Так давайте я Рае помогу. Я устала уже ничего не делать. Даша, ну мы с тобой уже говорили на эту тему. Третий триместр самый сложный. Поэтому, пожалуйста, ты не напрягайся. Да я осторожна. Это никак не повредит ребенку. Ну вот, зачем тебе дышать пылью? Ты лучше можешь пойти на улицу прогуляться. Но ведь для ребенка это гораздо лучше, правда? Зачем вы утруждаетесь? Я же уже вызвала девочек из службы уборки. Да вы не переживайте, мне несложно. Все в порядке. Что случилось? Ну вот, предупреждали ведь. Нина Андреевна! Нина Андреевна! Кажется, дальше плохо. Ребенок с ним все хорошо будет. У вас отслойка плаценты. Чем быстрее окажемся в больнице, тем больше шансов на благоприятный испорт. Малыш, я потерплю. Я потерплю, лишь бы у тебя было хорошо. Я знаю, ты меня слышишь. Только ты помоги мне тоже, пожалуйста. Я сделаю все, чтобы ты родился. Доктор, вы же в шестой родной ее везете? Да, в шестой. Если она потеряет нашего внука, я ее собственными руками задушу. Да, это ее упорство до добра не доведет. Ничего, может быть, все обойдется. Я за ним поехал. Передохнула? А теперь давай, отнесся. Давай! Молодец, мамочка! Молодец! Нет, не отмечаться. Держи, перейдите. Спасибо. Новостей не было от Льва Алексеевича? Нет. Кто это может быть в такое время? Лева. Почему не позвонил? Господи, хоть бы все было нормально с ребенком. Вы Романов? Да, я Романов. Ну что, она родила? Ребенок жив. Поздравляю, у вас мальчик. 51 сантиметр, 3 килограмма 200 грамм. Много. Ну, готовьтесь, дедушка. Теперь у вас прибавится забот. Да. Спасибо. Ой, какие гости! Здравствуйте. Ну, какие же мы гости? Совсем о нас забыли. Мамулечка. Господи. Ой. Привет. Что вы не позвонили? Да мы бы вас встретили. Так, а мы хотели сделать сюрприз. Ты моя хорошая. Сюрприз удался. Ой, иди сюда, Воленька. Как я рада тебя видеть. Сейчас, секунду. Алло, Лева. Какие новости? Родился. Мальчик. Левушка, немедленно езжай домой. У нас тут радость. Игорь с Олечкой приехали. Нужно отметить это событие. О, господи, спасибо. Мальчик, мальчик. Да, я бабушка. Это прекрасно. Слава Богу. Слава Богу. Мамулечка, а ты чего не спишь? А тебя ждешь? Да, сынок. Что-то он долго не едет. Ну, расскажи, как вы с этой Дашей поладели? Ну, а куда деваться? Ну, теперь внук родился, сблизитесь. Я очень надеюсь, что вы с Олечкой нам подарите малыша. Как она там? Да, сложно все. Она прошла уже несколько курсов терапии. В общем, ты сама с ней завтра поговори. Ну, хорошо. Ну, надежда есть? Ну, надежда, как говорится, умирает последней. Кстати, мы с Олей хотели съездить в магазин, купить даже подарок. Может, составишь нам компанию? Да, я, конечно, с удовольствием поеду с вами. Но только Даша ни в чем не нуждается. Она тут живет на всем готовом, как сыр в масле. Да, если бы ты знал, какая она упертая, эта Даша. Даже полребенка не хотела узнавать, представляешь? Мне и отцу запретила к врачу подходить спрашивать. Знал бы ты, сынок, как я с ней здесь намучилась. Ну, хорошо. Поедем, приоденем племянника. Да? Да. Игорь, посмотри, как мило. Угу. Мне тебе нравится? Угу. Берем. Так. Еще хоть, а? Да, мы полегче. Вы меня так разорите. Это шутка такая? Не вредничай. У малыша должны быть самые лучшие вещи. Нам еще нужен конверт для выписки. Угу. Хорошо. Кажется, пора сделать еще одну попытку. Сегодня определенно благоприятный день для зачатия. Ну, не здесь же. Ай, какая красота. Ну, а как иначе? Еще один Романов родился. Здравствуй, Даша. Поздравляю с рождением маленького чуда. Дай, дай нам нашего Ванечку. Да, вот. Только осторожно. Да ладно, не волнуйся. Я же не первого ребенка на руках держу. А все-таки двое их сыновья вырастило. Знаешь, если ты устала, ты поднимайся к себе. Я тебе потом Ванечку отдам. Дай нам познакомиться. О! Боже, какой он маленький и сморщенный. Ты в его возрасте тоже таким был. Да, наше порода. А можно я его подержу? Ну, конечно. Держи, держи. Осторожно. Оленька, ты будешь прекрасной мамой. Надеюсь. Как жалко, что баба тебя не увидит. Не услышит, как ты забеешь, пусть не... Да. Не потрогает твоя нежная ладошка. Он бы в тебе души не чая. Ты когда вырастешь, я обязательно расскажу тебе, каким был твой папа. Самым добрым. Нежным. Но при этом очень сильным и решительным. Мы с тобой тоже сильные. Мы со всеми справимся. Что ты? Ну, все. Ванечка моя, ты мой родной. О, господи. Зачем вы его разбудили? Я же только что уложила его спать. Ты так тихо вошла, ты меня напугала. Я проходила мимо, ребенок плакал. Я его успокоила. У меня радионяня с собой. Я не слышала никакого плача. Он заходился от плача. Я его на руки взяла и укачала. Вообще не понимаю, почему ты его на руки не берешь. Он прекрасно засыпает без укачиваний. Мы поели, поиграли, ложимся спать, и он спокойно засыпает. А эти твои проветривания вообще никому не нужны. Ты так ребенка простудишь. Да не так слабенький растет. На химических смесях. О, господи, он уже не виноват, что ты без молока. Алло. Привет, Даш. Привет. У меня плохие новости. Что случилось? Это не телефонный разговор. Мне очень нужно, чтобы ты срочно приехала. Слушай, я не могу приехать. У меня Ваня всего полгода. Я понимаю, но это очень важно. Вопрос жизни. Ты меня пугаешь. Даш, ты знаешь, что все эти годы я не звонила тебе без надобности. Но сейчас мне очень нужно, чтобы ты приехала. Поверь. Давай я поговорю со свекровью и тебе призвоню. Мне сестра звонила. Просит срочно приехать. Так ты езжай. Не волнуйся, я за Ванечкой присмотрю. Мне Ирая поможет. И Оля. Ты не волнуйся, езжай. Ты не волнуйся, езжай. Ташка. Привет. Ты пришла. Почему ты меня раньше не позвонила? Все как-то так быстро получилось. Сейчас. Я с врачом разговаривала. Он сказал, что рак обнаружили полгода назад. Не хотела тебя беспокоить. Ну, ну, не плачь. Мне сделали три курса химиотерапии. Я думала, что это поможет. Если бы ты мне раньше позвонила, я бы была с тобой все это время. У тебя маленький сынишка, ему твоя забота нужнее. Мне очень жаль, что я с ним не познакомлюсь. Врач говорит, что мне недолго-то и осталось. Я, Даша, я поэтому тебе позвонила. А у меня к тебе очень большая просьба. Говори. Пожалуйста, позаботься о моих девочках. Даже они чудные. А ты самый родной для них человек. Пожалуйста. Где Сережа, ты звонила ему? Я не знаю. Я уже год о нем ничего не знаю. Он никак не заботился о дочках. Даже не звонил. Даже. Все, все, все. Я... Я попробую. Мне, наверное, нужно взять опеку. Я... Я не знаю, дадут мне или нет. Я подпишу документ, в котором полностью доверяют тебе, своих детей. Это должно решить все проблемы. Я позабочусь о девочках. Все будет хорошо. Где они сейчас? У соседки. Она сама предложила свою помощь. Сережина мама что, не могла посидеть с внучками? Сережа ей что-то наплел обо мне. Так что она даже не звонила. Даша, ты все обещаешь. Все будет хорошо. Я тебе обещаю. Спасибо. Сестренка. Давай. Я была. Держи. Спасибо вам еще раз большое, что посидели. Вы нас очень выручили. Да что ты. Не надо благодарить. Мне не сложно. Я трех внуков воспитала. Мне не привыкать. Как Саша. Пока все так же. Мама сапогела. Ну, немножко. Мы скоро к маме поедем и навестим ее. Правда? Все же будет хорошо. Да. Все. Сбираем портфель. Тяжи. Так. Все. Еще раз спасибо вам огромное. Не за что. Ну, если что, приводите еще. Спасибо. Хорошего вечера. До свидания. Все. На выход. Инна Андреевна, здравствуйте. Как Ванечка? С Ванечкой все хорошо. Он спит, ест, ест, спит. Не капризничать. Ты не переживай. Мы прекрасно справляемся. Я позвонила, чтобы сказать, что мне нужно еще в какое-то время побыть тут. Девочек не с кем оставить. А что отца их так и не нашли? Пока нет. Неизвестно, где он. Я спрашивала его мамы, но она тоже не знает, где Сережа. Хорошо. Ты оставайся там, сколько требуется. За Ваню не волнуйся. Олечка мне очень хорошо помогает. Спасибо вам. Ваш братик передавал вам большой прелест. И поцелуйчики вот такие. Иди сюда. А Ваня большой? Нет, Ваня совсем маленький. Он когда приедет, вы не будете его обижать? Нет. Нет. Смотри, я нарисовала цветок. Вообще не похоже. Очень похоже. Мне очень нравится. Давайте пока отложим рисуночки и позавтракаем, да? Давай сюда. Держи. Диана! Пошли. Идем. Вы с ума сошли? Почему за детьми не следить? Из-за вас ребенок чуть под машину не попал. А вы знак не видите? Здесь вообще-то пешеходный переход. Идем. К сожалению, у меня нет для вас хороших новостей. Послушайте, может быть, можно заказать какие-нибудь лекарства из-за границы? Или, может быть, у нас есть какая-то клиника с более современным оборудованием? Я понимаю, что, возможно, наша больница не вызывает доверия и выглядит устаревшей, но здесь работают профессионалы с большим опытом. И я могу ответственно сказать, что вы не найдете ни лекарств, ни оборудования, которое помогло бы вашей сестре. К сожалению, у нее уже последняя стадия заболевания. Были случаи, когда болезнь наступала? Привет. Привет. Как девочки? Хорошо. Такие послужные. Самостоятельные. Прям как ты. Дима, обязательно скажи, что мама их очень любила. Мы к тебе приедем, и ты сама им все скажешь. Не нужно, пожалуйста. Зачем им видеть меня такое? Пусть лучше запомнят маму. Здоровой и счастливой. И счастливой. Я тебя люблю. Сколько бы мы с тобой не смылились. Ты мой забор оттой, и я люблю. Игорь Негода. 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 Игорь Негода.